Всем привет! Привет! Вы на канале Стрецевтели. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы сестраим вместе в видеоплод по похудению. Немного мы уже похудели и похудеем дальше. Немножко температура упала на улице. Ну как немножко. Было плюс 37, а теперь плюс 25 в теньке. Ну может нам будет пожарче. Мы уже сказали, что уже такая нормальная жара. Утерпимо хоть. А нормальная жара уже прошла. А вот хорошо уже. Да. Классно. Что еще дальше рассказать, я не знаю. Мы сейчас пойдем хлебнем кофеек. Мы были сейчас на почте. Сейчас пошли кофе попьем и побежим на работу. Вот здесь там у него похладненько. А то у него в том году была парилка в этой кофейне. Ну да. В этом году один раз. Ассоциация закрепилась. Мне прям даже туда желание несколько к ним уйти. А, он же еще и делает кофе холодным. Помнишь? Ну, не холодный и не так горячо, как положено. Так мы его еще попросили. Сделайте нам, пожалуйста, горячий кофе. А он нам, знаете, что сказал? Нельзя кипятить молоко, а то он свернется. Может, оно подпочено, потому что кипятить-то можно молоко. Оно не свернется, если оно свежее. Ну да. Если подпочено, то он сворачивается. И такой нормальный парень. Его попросили горячий кофе. Слушай, он сам себя спалил, что он нам просоченное молоко кладет. Ну, верно. Ну, вроде не бурлило там ничего, да? Ну, он же не докипятил, так что-то. Он же по своему миру. Ну, что ты, значит, что-то и сказал, что нет холодильников. А где там могут быть холодильники? Вот в чем тайна этого кофе. Молочка свеженькая без холодильника. Ну, мы пойдем все равно туда. Да, да. Мы любим экспериментировать над собой. Там красивая атмосфера. Нам просто по пути. Мы сейчас пока лелякаем, мы уже и дойдем до кофе. Ну, да. Так, мы перебежим или что? Ох, перебежим. Так, у меня тут куча комментариев. Да, прочтешь? Ну, да, так у меня так все. Вот до денечка вот дойдем. Вот не мороженое. На мороженое не смотри. Ты не ела мороженое вчера ночью? Нет. Неа. А шойму? Ноги куриные? Не, мы шойму с тобой на днях ели. Не, ночью. Давай читай. Промежутки между едой три с половиной часа. Если меньше, то глюкоза будет повышаться и, здравствуй, зажжет. Должны быть, наверное, еще тут должны быть два слова. Ну, да, многие такое говорят, что чем пять приемов, пять-шесть, кто-то дробное, за дробное питание, а кто-то говорит, что должны быть очень большие промежутки. Вообще, три раза за день надо есть, как бы, чтобы были, наоборот, большие промежутки. Ну, как на интервале, голодание тоже голодает. Ну, и вот диабетикам советуют тоже, чтобы они ели. Чтобы успевал организм почиститься, отдохнуть. Ну, чтобы сахар упал в крови. Я уже села. Я не хочу посидеть, я уже сижу там, как белочка в тракторе. Я уже с разбегу, разбежалась, уже запрыгнула, пока ты спрашиваешь. Ладно. А вот, как раз про жалобы на жару, и тут солнце, воздух и вода, вот и витамины. Девоньки, красавицы, куда уж краше быть сейчас, как ягодки. Спасибо большое. И тут вопрос другая женщина задает. Да вот почему-то люди, которые живут на юге, издают витамин D, и у них он в большом недостатке. Вот вам и солнце круглый год. И все-то да. И еще точно так же с щитовидкой. Такие же щитовидкой проблемы. Может, на юге те, кто не ходит на улицу, прихватка витамина D. У нас же половину города не выходит на улицу. Но они же по улице перемещаются все равно. Нет, на машину прыгнули до работы, потом с работы опять под конницей. Считается, как будто этого тоже достаточно вполне. Потому что там, на крайнем севере, полгода вообще, ночь. Ну, я не знаю, я витамин D не сдавала, так что спорить не буду. Я вообще по этому поводу не спорю. Я знаю, что витамин D не хватает никому. Кто бы не сдавал, причем не хватает даже в два раза пониженной. Все анализы в два раза пониженной. Поэтому, кто бы не сдавал, но в каком бы регионе, почему-то результат у всех не очень хороший с этим витамином D. И все, вот. Чтобы витамин D усваивался, нужно кушать жирную пищу. Ой! Надо всегда жирную пищу нести побольше. А синтетически витамин D одновременно пьют с жирной едой. Будем не пить. Будем собраться. Не знаю, что у нас будет. Жирную еду мы будем пить. Витамин D, ну и вонами, как жирную еду будем. Не знаю, какие там синтетические будем мы, что там это, но жирную еду мы будет все усваиваться хорошо. Так, а следующие интересные комментарии. Девчата, расскажите, как-нибудь, в каких городах вы жили и почему переезжали. Очень интересно послушать, почему. Так, в каких мы городах жили. Ну, изначально родители в Вече везде переезжали, потому что искали лучшие жизни. Поэтому переезжали. Да. Где потеплее, где там... Мы жили в городе Азбесте. Жили в Нижнем Тагиле. В двух местах. В двух разных местах. Там в городе переезжать в два раза. Один раз, да, переезжать? В Нижнем Тагиле за четыре переезжали. За пять. Стыль, наверное. Толстого, камень, терна. И все. Два? Да. А, мы потом ужяли в Азбесте, опять в Тагил приезжали. Не, мы не ужяли в Азбесте. Вообще, мы постоянно куда-то есть. Вот. Потом мы переехали уже в Станицу Ленинградскую. Мы прожили там два года. Со света уехали в Ростов учиться. В Ростове мы там раз десять по Ростову переезжали, потому что жили на квартире. Да, каждый год мы там переезжали. Потому что платьян ты всегда так переезжаешь. Ну да. Что-то тебя там выгонят на лето, ты пока уехал к родителям, приехал, там уже другие попку свою поселили. Конечно. Вот. И получается, что ты как бы опять заново... Там каждый год куда-то все переезжаешь. Да. Опять заново заселяешься куда-то на новую квартиру. Вот. И родители в Ленинградской переехали место в одно. А потом переехали... Мы из Ростова переехали в Ейск. И родители переехали из Ростова в Ейск. Почему переезжали? Потому что холод надоел. Хотелось, чтобы чуть-чуть по ю... Ну, южнее тепле было. А я из Ейска еще ездила в Байнаул. А, да. И я там с мужем-то это встречалась, встретилась. Вот. Потом приехала в Ейск. А до этого еще в Иордании в Плуцаре жила. И тоже там мы ездили. Куда-то там. Где-то там. Почему переезжала? Главный вопрос. Почему переезжала? Потому что с мужем там познакомилась в Байнауле. А в Турцию на работу ездила, на заработку. Вот. Всех интересно, аж почему мы переезжали. У нас всегда спрашивали. А сейчас из Ейск, я никуда переезжать не хочу. Это мой любимый Ковец. На всей планете. Даже Карибы какие-нибудь там. Или, не знаю, Италия. Мне не хочется туда. Что я хотела сказать и забыла? Почему переезжали? Нет, я что-то забыла. Хочешь куда-нибудь уехать из Ейска? Нет. А за границей? Кто нас там ждет? Да даже если ждет. Даже если тебе там уже домик приделали, подарили. Я когда в школе училась, у нас... Я учила английский язык, но у нас все подружки учили язык. Тогда все модно, помните, умецкие песенки-то были? Американгой! Американгой! Американгой, как с вами у Кота. Потому что люди глохнут у нас по телевизору. Я тебя представила на самой Кате. Ты такая, модно было куда-то уехать, свалить из страны. Помните? Тогда очень модно было. Ой, в Америку поехали. Ой, моя мечта поехать в Америку. Не знаю, никогда не мечтала поехать. В какую Америку. Мне даже не было мечты ездить, отдыхать никуда так далеко. Мне как-то комфортненько здесь. А у нас девчата всегда позамуж, повыходили. Ну, у меня всегда была мечта вернуться домой. Поближе к родителям. А у меня еще тогда хотела все время рядышком быть. Сейчас уже взрослая, уже как-то, ну, нормально там, ну, отдельно. А тогда прям домой, домой, там, сестра, там, собаки мои любимые, такса любимая, кашбек, чарлик, кошки, лиска там. Ну, вообще, домой себя натянула. Они уже умерли. Ну, я знаю. Ну, как плохо, что животные так мало живут лет. Они как-то у тебя 10-15 лет проживают, ну, в среднем. И все, и тебе надо попрощаться и опять новых животных заводить. Так, про переезд. Почему? Переезжали. И вначале мы еще переезжали в Нижнем Тагиле. Мы жили в частном доме, захотели в квартиру. Потом, а родители все время смотрели. Я помню, они разложат атлас вот этот вот настольный. И смотрели весь этот юг России. Этот атлас уже весь вытят. Да, весь пожамканный. Потому что они каждый день его и осматривали, этот атлас. Каждый день сядут и мечтают, куда они переедут. И, правда, мама тогда еще говорила, что чем больше становилось детей, все как-то сложнее было мечту этого существовать. Но все равно, видите, она осуществилась. Потом у них какие-то знакомые дальние поехали в станицу ту Ленинградскую. И родители решили, была не была. Все продадим и уедем. Ну, в Ленинградской там все равно маленькая станица. И мы поехали учиться в Остов. Потому что там учиться особо негде в Ленинградской. Да. И параллельно ездили, и папа ездил торговать. Оптом, пакетиками, пакетами всяких. Есть, в Приморской Ахтарсе, мы. Я помню, мне папа всегда говорил, когда летний каникул был, мне 15 лет, он говорил, если ты проснешься сама в 4 утра, я тебя возьму. А мне так все на море хотелось посмотреть. И я сама думаю, не буду ложиться спать. Сяду там, накручиваю волосы, бегудями. А мне даже не предлагали. Может, я бы встала. Я из таких дел всегда вставала. Но тебе было еще 12, мне было 14. Ну, у нас же все равно меня, и Ленку, подружку нашу, Захаринку. Ну, потом брали. Ну, я не знаю, почему тебе в тот момент не предлагали. Ну, мы просто не в 4 ездили, а в 8 ездили. Ну, вот когда он мне говорил, по работе, если встанешь сама, то поедешь. Я просто делала, я не ложилась спать. А, ты вообще не ложилась? Я просто не ложилась, я сидела на кухне, на бегуде волосы крутила там. Зачем на бегуде тебе, если ты купаться, ныряешь головой? А чтоб красивая поехать? Там тебя знать никто не знает. Ну и что, чтоб красивая поехать? Здравствуйте. Чтоб красивая въесть поехать. Ну, вот, мне так этот город нравился. Я помню, просто превосходный, восхитительный. И мы ездили, потом просто папа нас закинет иногда, меня, Лену Захаренька, которая к нам приезжала, мы ее показывали. Она с ней пришла. Она с ней самая шла, с другая книга. Вот, да. Вот и хорошо, поэтому я и говорю, как ее зовут потом Света. У нас уже просто привычка, мы фамилию ее все время между собой называем, чтобы понять, какая именно Лена. Так. И он нас выкинет на море. Вот. Высадит. Высадит? Выкинет на море. У нас, как всегда, помидоры с собой, сало, хлеб, колбаса, всякая вкуснятина, сладость. Я никогда не забуду, как мы вот так уснули один раз. Мы наделали, я не помню, почему мы с собой взяли вонючие шпроты. Вот эти... Они вонючие, вкусные шпроты. Вон, вкусные я взяла. Я люблю шпроты. Кто за них так рдеет, кто, наверное, их и взял. И что? Все пожрались. Мы так хотели взять каждый сам свое, что мы будем есть. И в итоге набрали почему-то, помимо огурцов, помидоры, какие-то крылышки копченые были, шпроты. Лена всегда сало привозила домашнее, это соленое. И я помню, что мы наелись и лежим загораем. А жарюка страшненно. Я просыпаюсь с того, что я сгорела. И, мол, прилип. Уступил прилип. Получается, в воде мы там почти лежим. Начали я просыпаюсь такая... И воняя спротами? Все воняя спротами, летают какие-то осы над нами. Куча людей, они вот так прямо на нас почти лежат. Получается, три таких хрупких девочки, мы туда все были худенькие, у нас гора еды на этом одеяле. Гора еды, вот эти бутерброды с этими шпротами, жирные, все стекло. А что мы их не убрали-то, я не пойму. И вот так вот осы летают, вот прям розником над нами. Мы наели, решили позагорать и уснули. И получается, не знаю, как все это так лежало. Она сама на песке отдельно легла. Видимо, вот это мы устроили хозяйство, это посредине всего коврика. И все лежали отдельно на песке. И получается, что Света лежит на песке, и головой скатывается почти в море. И вот так вот. И у нее уже вот так вот волосы в воде. Лена тоже на песке была. И я на песке, только ты на песке. А посередине у нас это лезвие с едой. Ковер весь в еде, да? И в осах. Да, осы налетели. У нас там была дыня, по-моему. А, ну, дыня, арбузик, все, что мы набрали. Три хрупкие 13-летние девочки на еду набрали. Ну, нет, мы ели, как и вот и солдат. Мы ели, купались, ели, купались, ели. Мы ели вообще как... Ну, нас папа где-то в 6 или 7 завез. Но вот это пока немного было людей там скакали, прыгали друг с друга. Видимо, устали, наелись и уснули. А потом проснулись куча людей и ос. Один раз приехали, было очень холодно. Был сто, у меня одного человека, дубарь такой. И мы пошли все, опять-то я, Лена и Кристия, мы пошли купаться, там ныряли, там волны такие были. Замерзли, как цуцики. Ну, купались весь день. Да, да, да. Еще и похудели. Я помню, приехала, у меня минус 3 килограмма. За один день, девочки. Да. Потому что мы просто не выбегали из воды, все, там, болтыхались, болтыхались, что-то там колбасились. Физзарядка весь день, получается, была. Следующий комментарий можно говорить? Я думаю, что-то я на один комментарий на 15 минут ответила. Здравствуйте, девочки. Я тоже ем два раза в день, в 9. Ну, с 9 до 10 первый раз. И второй раз с 3 до 4. Объем тарелок хороший, большой, наедаюсь. Во. И, получается, потом организм отдыхает. После 4 часов. До следующего дня, до 9 утра. Да. Там все переварится, еще и минус пойдет. Чекайно. Да, да, да. Да. Чекайно. Ну, только, видите, я же говорила, что у меня жур вечер, а потом лучше, может быть, в 12 первый раз пояси, потом в 6, например. Мне, вот так вот. Чтобы я как раз в 6, и вот там до 8. Ну, это тоже интервальное голодание, вот это двойное, которое, двое раз это доесть. Ну, если я не саша буду. Ну, да, только... Только я никогда не проб. Пора начинать. Когда-нибудь. Хотя бы попробовать. Да, понравится. Дальше. Я ела мандарины, апельсин. Полюбила очень сильно. Хотя до беременности не любила и сладкое. И ребенок тоже сладкоежка родился. И диатеза не было, а токсикоза вообще не было. Только один день, и то скорее от укачивания в машине. Ну, да, один день ты, скорее всего, в машине укачала просто. Ну, да. Токсикоз-то все равно там месяц хотя бы два идет. Да, есть люди, которых никогда нету токсикоза. Десять детей выносят, и у них прекрасно. Скорее всего, то у вас укачала. Ну, да. Слушай, там водичка, интересно, продается, и так пить хочется. Ну, вот до кофейни уже сейчас добежи. Добежи, мы тут сидеть еще полчаса, будем, смотри, развалились, как две пояса были. Очень хорошо. Лежим тут. Очень хороший. Бомарских котиков. Очень хороший сейчас комментарий. А давай будем идти разговаривать? Ну, подожди, я прочитаю, я только встану. Читайте. Солнце туда посветит, у меня вообще все располнуло. Давай, читай, моя. У меня же уже зрение не как. Я посплю, показайте. У-у-у, пятнадцатилетнику. Ну, какая у тебя тут сосисочка под мышкой. Да хватит чикатить меня. Не трогай мне засалки. Так, сегодня была в парикмахерской. Девочка-мастер поспорила с подружкой на сто тысяч, что она дойдет до идеального веса. Так, прошла всех врачей, сдала много анализов разных. Оказывается, что у нее печень не усваивает или не перерабатывает белки, железо. Ей сказали, что надо есть, а что вообще включить. А, вот, кстати, вот эта передача-то «Я худею» там тоже, или какая-то другая, там тоже сдают анализы, именно под нее диету подбирают. Ну да. Кому что, усваивается, что не усваивается. Спорта какой хороший. Фига себе на сто штукарей. Ну, парикмахеры-то, наверное, столько зарабатывают. Я, блин, на сто штукарей тоже похудею, блин, за десять дней. Ну, видимо, нет там мотивации. Наверное, уже такие марафоны за десять тысяч не проходили, ничего не помогает. А сто тысячи тоже весомое. Вот почему говорят, когда что-то касается... С кем поспорить ты сто тысяч? Хочу сто тысяч. На жизнь или смерть, или еще что-то такое, вот, когда идет, касается проблем таких, или огромных-огромных очень денег. Тогда только люди прям, ну, сильно стараются. Мотивация-то хорошая. Кто-то обещал встать. А я уже в следующем нашла комментарий. Ой, про анали так. Какая аппетитная шаурма, пошла, пойду поем. Это написала девушка, когда мы шаурму с тобой с рыбой показывали. Кстати, она вообще такая легонькая, и мы обожрались ей. Там ни соуса нету, ничего. Девочки, все равно, у вас есть местные люди, на юге, которые зимой одевают шубы и ходят. Конечно, есть. А мы все говорим, что есть. Да, мы не отрицаем, что они есть. И я не отрицаю, что это даже красиво. У меня вот подружка Катька, она взяла себе шубу, ей очень идет, полушубок. Попа прикрывает. И очень классно, красиво. Поэтому тут много этих магазинов. Ну, ну, не, она меня полнит. Я не могу, я одела на себя, как медведь. Ну, да. Или как вот эта вот девчонка, с которой работала. Она худенькая-худенькая, наверное, 38-го или 40-го размера. Ну, ты ее знаешь. Вот, и она шубу такую купила, еще такую, объемную. И она не очень хорошо. Кого надо, чтобы полнила, она очень идет тому. Мы же этого же не отрицаем. Мы про себя говорили, что нам не нравится, как она на нас выглядит. Мы просто с ней двоем поменили, друг на другом поржали, постояли. Я даже к дубленке долго привыкала. Потому что я одела дубленку, и я опять себе не нравилась такая какая-то шкаф. Просто сами не было. Да, ну, как-то, не знаю, в кутке как-то ты какая-то себе выключишь. Потом к дубленке я все-таки привыкла, потому что там замок такой вертикальный. Как-то силуэт делает. Ну, да, я к черной дубленке привыкла нормально. У меня не полный. Ну, к шубе я пока вообще никак не могу. Не, носят, носят. И мы говорили, что и носят. Девочки покупают, которые зарплату 10 тысяч. И как бы у нас здесь модно, что из кожи вон вылези, но у тебя шуба должна быть. У женщины должна была... Вот даже я сколько слушала, ругаются там с женой. У меня даже шубы нет. У всех есть, а у меня даже шубы нет. Вот, как бы вот такое вот. Мне она и не нужна. Да, мужик говорит, а у нас тут зимой плюс 20, тебе нужна шуба? У нас даже мужчины зимние обувки покупают. Ну да. Да и я не покупаю. И мы вот одни кроссовки купили, потому что ехать надо было. С мехом. Ну тогда в эту поездку мы ездили. Да, в Тесню. И то, девочки, я один раз надела тогда, когда мы поехали на фаникулере кататься. И все, они у меня стоят. На фаникулере она поехала в кожаной котке. И не ломала. Потому что в Тесне тоже тепло. Оказалось. Вот мы до кофей не дошли уже. А при Эльбрусе, на Эльбрус, девочки, уже там другое дело. Там высота так. Извини меня. А, ты на Эльбрус поехала в кожаный кутк? А в Чечне тепло. В Чечне там не высоко. А ты в Чечне тоже в кутке поехала? Конечно. Я все думала, что будет при Эльбрусе так же тепло, как в Чечне. Поэтому поперлась так. Там даже попи упасть не любит. Даже чтобы я не вкладывать не была. Мне очень понравились зимние поездки. Все просто... Ну я как-то привыкла, что летом сюда ездим. А мы из-за отпуска, потому что у нас отпуска обычно зимой, мы поехали зимой. А я всегда любила... И там классно зимой ездить. У нас со Светой жизнь между собой выпала лет на 12, наверное. У нас друг от друга. Она ездила работать, я здесь своей жизнью жила. И она там отдыхала. Я отдыхала здесь и любила ездить всегда на Новый год куда-нибудь. А, зимние поездки, да? Я любила... Раньше я все говорила. Раньше такие были поездки девочки. Мне там нравилось... Плохо эта женщина перестала. Пробудовала, да. Но сейчас бы мы бы с ней не поехали. Они там бухают постоянно. Я бы с ней бы не поехала. Там вся компания только без конца пьет. Ну, там не только пьет. Там автобусы... Ну, в принципе, да. Я же на Новый год ездила. Да, нет, такие тоже негодицы. И там, в принципе, едет в основном одна молодежь. Я тогда была молодая, и мне такое веселье нравилось. Ну, конечно. Ты заходишь, тебя сразу... Там Дед Мороза с Нембурой встречают. Ну, типа как свадьба. Только в автобусе свадьба. А там вода, Дед Мороза с Нембурочкой. Там вода, это экскурсовод. Да. И экскурсовод ходит в костюме Снегурочки с тобой даже по экскурсиям. Понимаете, в чем дело? Чем мы весело и интересно. А тебе все время шутки прибаутки придумывают или интересные развлечения. Мы за кофе не пойдем? Пойдем. Сейчас я еще какой-то комментарий втену. Я в тенечек хочу озвольнуться. Может, попьем, а потом продолжим? Вот последний комментарий. И вообще закончим эту историю. Ну, вот эту. Телефон, давай присядем. Возле кафесечки. Да. А здравствуйте, девочки. Больше двух лет с вами каждое утро. Расится у вас во внешнем виде. Конечно, за это время просто колоссально. Я забыла присоединить, где ты похудела. Ссылку. Помнишь, обещали, обещали. Я не забыла присоединить. А никто даже не вспомнил. Надо присоединить, конечно. Вот. Просто совсем другие люди. Вы умницы. Только почему вы не выставляете замеры в последнее время? Вы же обещали раз в месяц. Потому что у нас уже склероз в 40 лет. А я тут написала. Потому что... Ну, мы потому что не похудели. Не, мы вообще сейчас мы договорились, что в конце марафона сделаем замеры обязательно. И мы сделаем. Ну, да. А так, когда, знаете, никаких результатов. Мы не занимаемся спортом. Еще и поправились на 2 килограмм. Ну, это про себя. Не, ну, мы же сейчас марафон начали. Неделя прошла. Мы пока сделаем отвесы. В конце марафона еще три недели осталось. Мы сделаем замеры. А через три недели. Да. Может, мы еще изменились. Ну, во-первых, подчеркнули брови. Я сделала, наконец-таки, свой цвет волос, который мне нравился всю жизнь. Вот этот вот. Нашла опять практически белый цвет. Это милирование светлое. Потому что, ну, естественно, что если бы я опять лазила с теми черными волосами, которые вот так, как сосуль, распускала и не красила все седая к башке, брови не подкрашены, не выщипаны, усы и растут. Вы знаете, ну, никому бы такой результат не очень. Скажите, боже мой, они еще канал ведут. Опять все про свои любимые усы, да? У нас девочка эта, которая брови делает, уехала. И вот теперь приходится с пинцетом все высипывать. А так один раз, щик, и тебе все вырвут. А теперь мне пришлось позавчера тут чик, 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 два часа высипывать, вот сидеть. Я записалась на коне волос, чтобы перед отпуском успеть покраситься. Правда, за три недели опять это я стю, да? Или нет? Нет, лучше я сейчас, а то потом будет некогда, еще что-то. Ну да, а я прям перед тем, как поехать завяжу. Я как раз уже синие, отрастут они. Ну да. Ты будешь там на колька? Или перезаписаться хоть через недельку, через две, да? Не знаю, Светя. Ну ладно, я сейчас подумаю. А ты уже записалась? Ну, это воскресенье. Забери мою маску для волос. Да, если я не перезапишусь. Хорошо. А что там по горке говорила? Ты будешь на самой высокой горке кататься? Ну, если Яночка там, твой муж любит с Яночкой этой. Не-не-не-не. Мы вместе будем стоять снизу и говорим, 10 баллов тебе ставить. Да, если вы будете там играться, то я смогу. Мы тебе будем, как болельщики, будем кричать, 10 баллов, 10 баллов. А ты такая, ну нафиг, я не будешь прыгать. Я-то очень люблю все эти горки просто, чтобы Иннуська одна не включала. А там горка как с девятого этажа будет. Крясно, обожаю горки. Но мы с Низой будем кричать, 10 баллов. Как рослиники спрашивают меня, почему Кристина, все только, всем только 10 баллов. Там же есть еще один, два, три, четыре, пять. Хотя бы девять еще есть, да? Почему 10 баллов? И так кричали счастливо, да? Девочки, ну мы будем с вами прощаться, мы пойдем пробиваться в кофейню. Ну он, четыре человека с кофе уже вышло. Ну да, там уже пустенька. Может быть, там весь мостечко. Может, там не сильно жалко. Да. Мы будем с вами прощаться. Увидимся завтра. И скоро у нас уже отвеситель будет, посмотрим, что помогает. Да, вторая неделя. Почти уже полмарафона прошло. Мы вас любим, целуем. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok